Лето 1919-го. Белгородская губерния стала ареной жестоких боёв в гражданской войне между белыми и красными. Местом одним из самых значимых сражений между рабочей крестьянской Красной Армией и Белой Гвардией стала территория Центральной России. Особенно жарким выдалось лето 1919-го. Яблоком раздора стал Белгород. Стратегическая точка на пути к Москве. Битва за него открывала белым запертым на Донбассе дорогу на столицу, а потому красный превратили Белгород в укрепрайон. Вокруг него вырыли окопы, протянули проволочные заграждения, создали артиллерийские позиции. Чаще всего на поле боя гибли не от смертельных ранений, а от потери крови. А потому первая задача передового пункта – вывести пострадавшего и перевязать рану. В полевых условиях операции не проводились. Вопрос с ранениями конечностей решали быстро и радикально. Вот этим инструментом в первую гражданскую производили ампутацию. Это была самая распространённая процедура. Не было ни антибиотиков, ни обезболивающих. Раненого максимум давали либо спирт попить, редко был морфий, распространён был рауш-наркоз. Применение деревянного молотка, чтобы ударом выключить пациента. Потому что смертность от болевого шока была также велика. Альтернативный вариант неударения конечностей раненой – это гангрена и долгая мучительная смерть пациента. Или от столбника. В любом случае заканчивалось всё это смертью. Во время боевых действий медики шли за боевыми цепями. То есть сначала пехота, потом кавалерия и после медики и санитары. Вот это русская санитарная двуколка. В ней транспортировали раненых. Она рассчитана на двух человек. Но в условиях тяжёлых боёв её помещалось гораздо больше. Гражданская война, как и любая другая, заставляла быстро взрослеть. Даже девчонок. Сёстрами милосердия становились самые юные добровольцы. Мне девять. Я помогаю солдатам. Если, например, им попадёт куда-нибудь, беру бинты и завязываю им руку, живот, ногу. Угощайте. Спасибо. У меня для бойцов найдётся. Зелёными, неопытными было большинство добровольцев. И у красных, и у белых. В начале 19 века основное население России – крестьяне. Их было около 60% в составе обеих армий. Брали всех, даже гимназистов. На мне сегодня форма партизанского генераля Лисеева пехотного полка. Ну, это был один из полков добровольческой армии, в который набирали изначально именно студентов и молодёжь. Поэтому и цвет у них вот голубой с белым – это цвет мундира и подкладки к мундиру студенческие, которые были ещё при Николае II. В гражданскую войну в итоге крестьяне воевали с такими же крестьянами, только под разными знамёнами и с разной идеологией. Мы видим, что одна из частей, срывая погоны, перебегает на сторону Красной Армии. В условиях гражданской войны, где по обе стороны русские – соотечественники, перейти на чужую сторону можно было только сменив убеждения. А значит, в Красной Армии агитировать умели лучше. Поражение белых было уже заранее предрешено. Их девизом было, что сперва победим противника, а потом уже определим, какая будет Россия. В то время как большевики сразу говорили свои лозунги – «Земля крестьянам, фабрики рабочим», что и привлекало жителей особенно центральных районов России на их сторону. На поле два броневика – «Остин Путиловец» и «Гарфорд» – русские трёхдюймовые пушки образца начала XIX века. Как и личный состав, техника тоже часто меняла место приписки, переходя то на одну сторону, то на другую. Броневик могли отдать противнику в переговорах за провизию. Как и сегодня, в этот день сто лет назад шёл дождь. Наступление на Белгород велось по двум направлениям. Вдоль железной дороги удар наносил Корниловский полк, с востока наступал первый офицерский генерала Маркова. Это были самые подготовленные и отборные полки добровольческой армии. В этой конкретной битве под Белгородом победа осталась за белыми. Но довести дело до взятия столицы они так и не смогли, растянув фронт и ослабив собственные позиции. Сладкая. Для белых эта победа сладкой не оказалась. Несмотря на то, что они взяли Белгород, Москва так и оказалась непокорённой вершиной. Вооружённые силы Юга России под командованием Деникина, возрепев поражение, отступили в Новороссийск и Крым. А в декабре 1919-го Красная армия снова вошла в Белгород. Гражданская война длилась пять лет, стоила, по некоторым оценкам, 16 миллионов русских жизней. Это кровавый итог любой революции. Реконструкция боя позволяет это почувствовать, а быть может и понять, где именно был ошибочный поворот на развилке истории российского государства. Наталья Александрова, Евгений Титов, Дмитрий Коваленко, Евгений Цапков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Лето 1919-го. Белгородская губерния стала ареной жестоких боёв в гражданской войне между Белыми и Красными. Местом одним из самых значимых сражений между рабочей крестьянской Красной армией и Белой гвардией стала территория Центральной России. Особенно жарким выдалось лето 1919-го. Яблоком раздора стал Белгород. Стратегическая точка на пути к Москве. Битва за него открывала белым, запертым на Донбассе, дорогу на столицу, а потому красный превратили Белгород в укрепрайон. Вокруг него вырыли окопы, протянули проволочные заграждения, создали артиллерийские позиции. Чаще всего на поле боя гибли не от смертельных ранений, а от потери крови. А потому первая задача передового пункта – вывести пострадавшего и перевязать рану. В полевых условиях операции не проводились. Вопрос с ранениями конечностей решали быстро и радикально. Вот этим инструментом в первую гражданскую производили ампутацию. Это была самая распространённая процедура. Не было ни антибиотиков, ни обезболивающих. Раненого максимум давали либо спирт попить, редко был морфий. Распространён был рауш-наркоз. Применение деревянного молотка, чтобы ударом выключить пациента. Потому что смертность от болевого шока была также велика. Альтернативный вариант неударения конечностей раненой – это гангрена и долгая, мучительная смерть пациента. Или от столбника. В любом случае заканчивалось всё это смертью. Во время боевых действий медики шли за боевыми цепями. То есть сначала пехота, потом кавалерия и после медики и санитары. Вот это русская санитарная двуколка. В ней транспортировали раненых. Она рассчитана на двух человек. Но в условиях тяжёлых боёв её помещалось гораздо больше. Гражданская война, как и любая другая, заставляла быстро взрослеть. Даже девчонок. Сёстрами милосердия становились самые юные добровольцы. Мне девять. Я помогаю солдатам, если, например, им попадёт куда-нибудь, беру бинты и завязываю им руку, живот, ногу. Угощайте. Спасибо. Мне для бойцов найдётся. Зелёными, неопытными было большинство добровольцев и у красных, и у белых. В начале 19 века основное население России – крестьяне. Их было около 60% в составе обеих армий. Брали всех, даже гимназистов. На мне сегодня форма партизанского генераля Лисеева пехотного полка. Ну, это был один из полков добровольческой армии, в который набирали изначально именно студентов и молодёжь. Поэтому и цвет у них вот голубой с белым – это цвет мундира и подкладки к мундиру студенческие, который был ещё при Николае II. В гражданскую войну в итоге крестьяне воевали с такими же крестьянами, только под разными знамёнами и с разной идеологией. Мы видим, что одна из частей, срывая погоны, перебегает на сторону Красной Армии. В условиях гражданской войны, где по обе стороны русские – соотечественники, перейти на чужую сторону можно было только сменив убеждения. А значит, в Красной Армии агитировать умели лучше. Поражение белых было уже заранее предрешено. Их девизом было, что сперва победим противника, а потом уже определим, какая будет Россия. В то время как большевики сразу говорили свои лозунги «Земля крестьянам, фабрики рабочим», что и привлекало жителей особенно центральных районов России на их сторону. На поле два броневика – Остин Путиловец и Гарфорд – русские трёхдюймовые пушки образца начала XIX века. Как и личный состав, техника тоже часто меняла место приписки, переходя то на одну сторону, то на другую. Броневик могли отдать противнику в переговорах за провизию. Как и сегодня, в этот день сто лет назад шёл дождь. Наступление на Белгород велось по двум направлениям. Вдоль железной дороги удар наносил Корниловский полк. С востока наступал первый офицерский генерала Маркова. Это были самые подготовленные и отборные полки добровольческой армии. В этой конкретной битве под Белгородом победа осталась за белыми. Но довести дело до взятия столицы они так и не смогли, растянув фронт и ослабив собственные позиции. Сладкая. Для белых эта победа сладкой не оказалась. Несмотря на то, что они взяли Белгород, Москва так и оказалась непокорённой вершиной. Вооружённые силы Юга России под командованием Деникина, позерпев поражение, отступили в Новороссийск и Крым. А в декабре 1919-го Красная армия снова вошла в Белгород. Гражданская война длилась пять лет. Стоила, по некоторым оценкам, 16 миллионов русских жизней. Это кровавый итог любой революции. Реконструкция боя позволяет это почувствовать, а быть может и понять, где именно был ошибочный поворот на развилке истории российского государства. Наталья Александрова, Евгений Титов, Дмитрий Коваленко, Евгений Цапков. Программа «Такой день» на мире Белогорья.